Телекомпания Собимаш представляет Гина Дон, Жан-Ника Леверо Гастон Лепаш, Жиль-Рено В фильме Тайны сестер Карваль Мадмуазель Камилле Карваль Оставьте четыре колонки на первой полосе Нет, появилась новая жертва Даже она допрашивает подозреваемого с пяти часов Я позвоню Есть новости? Потрошитель сговорил? Инспектор Дежене все расскажет Это свидетель или подозреваемый? Против него есть улики? У меня для вас большая новость Мы задержали потрошителя И будем его судить Как его зовут? Он признался? Кто его разоблачил? Жозеф Вольер 34 года Холост безработный Полностью сознался Как вы его нашли? Прошлой ночью Наш патруль на улице Сен-Поль Услышал шум И застал Потрошителя С поличным Кто жертва? Мадам Ганьон Хозяйка галереи живописи Умерла в больнице Жозеф Вольер Художник Джон? Да, его так и называют Он вор, а не убийца? Вас не предупредили, что он сменил профессию? Можно его увидеть? Да Он сделает заявление Но никаких вопросов, понятно? Да, вполне Я потрошитель Я убил пять женщин Я признался, чтобы не мучила совесть Внушительно Что это значит? Нон ракусит михи дукс Формула экзорцизма? Древний змей да сгинет злой С креста святого Бенедикта Пятая Пятая жертва Пятая жертва Нашли этой ночью Ее звали Мартин Терьо? Филомена Ганьон По-вашему, это писал не потрошитель Надо спросить его Кого? Потрошителя Его арестовал Дажане Вы серьезно? Пойман с поличным И даже признался Боже Вы его поймали Нет, не я Дажане Я этому не верю Вы же сказали, что он сознался Вскрытие вызывает много вопросов Профессор Касгрен Грязный писак Вы ответите за свои слова Да? Не понравилось? Я не позволю связать Лигу Морали С убийствами в Редлайте Но я не об этом, профессор Потрошителя арестовали Через час это будет в газетах Тогда что вы хотите? Правды Где вы были вчера вечером? Жалкий подонок Не хотите отвечать? Я разделаюсь с вами Ни одна газета не примет ваши глупости Где вы были вчера вечером? Профессор Касгрен Потрошитель пойман Он признался Он кого-то покрывает Кого? Профессор Акасгрена Он вице-участник? Возможно Я пришла предупредить вас Об Альфонсине Она еще в опасности? Если она дочь Потрошителя, да Он хочет убить ее Поживет у тети С этим пора кончать Там безопасно Ей-то да, а вот Камилле Мне ничего не грозит Камила тебе писал Потрошитель Да, да, возможно Но там нет ничего личного Он выбрал тебя, потому что ты женщина Он хочет доказать, что ты ему не помеха Он бросил тебе вызов Пятая жертва, Мартин Тырье Место подъема номер 11 Песик, за мной Рядом Идем, Альфонсина Идем, Песик Я испекла пирог Пирог очень вкусный Господи Я вкушу плоти и крови Твоей Чтобы заслужить Твое прощение Как же сигнализация Залил ее жидким гипсом Заняло пять минут Здравствуй Здравствуй Закрыта, мадам Я с этим месье Да Покажите, где было тело Это зрелище не для дамы Я привыкла Я хозяйка музея Дэн Исследовать место преступления Моя работа Работа? Я против того, чтобы женщины работали Последний вопрос Он взял ценные полотна Самые дорогие Он знаток Отлично Спасибо Не за что Мадам Мадемуазель Вот балван Да Он безнадежен Я все расскажу Ты в музей? Да Хорошо Тело нашли внизу у лестницы Там много крови Знаю лишь, что когда прибыла полиция Он уже вынул картины из рана Как тебе? Не похоже на потрошителя Скорее на кражу со взломом Именно Легко вообразить, что было Джо Вальер, художник Джо, ворует картины Прошлой ночью он забрался в галерею мадам Ганьо Пока он возился, хозяйка застала его врасплох Она закричала, могла его выдать Он убил ее Ничего общего с потрошителем Да, но почему он сознался во всех убийствах? Должна быть причина, не знаю Но уверен, потрошитель будет возражать Согласна Он не позволит кому-то присвоить убийство Я нашла это утром в музее Что это? Эта жертва? Да Место подъема 11? Знаешь, где это? Не представляю Что-то должно объединять Мартин Терьо с остальными жертвами Да, скорее всего, они были знакомы Она знала потрошителя Она Место подъема номер 11 Канализация Канализация Когда мы гнались за потрошителем с доктором Буае Я видела табличку Место подъема Удар в спину пронзил сердце Потрошитель так не работает Вы уверены? Аутопсия, греческое слово, означает Видеть своими глазами Избавьте меня от уроков греческого Ваш вольер ничего не смыслит в хирургии Он не мог удалять матки Он лжет И я это докажу Мы думаем, что он был не один У него был сообщник Врач? Да, из Манитубы Он делает аборты в Редлайте Его зовут Месси Виктор Знаешь, где он? Да Там, в китайском квартале Что он там делает? Курит опиум В китайском квартале брать не будем Эти узкоглазые вечно затевают с нами драки Он чаще бывает в Редлайте Не доверяет им Найди, где он ночует, ясно? Постараюсь Я уже много сделал? Найди его Хорошо, понял Проходите У меня для вас новенькая Мадемуазель Сара Мадемуазель Сар Мадемуазель Сар Нет Просто собачки разговаривают Боже мой Так Мы поиграем в прятки Хорошо? Ты ведь замечательно прячешься Ты спрячешься в шкафу И будешь сидеть тихо, пока я тебя не найду Ладно Осторожно Подойди Поцелуй Тихо, пока я тихо, пока я не найду 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 вот канализация red light на место подъема вот насосная станция поднимала сточные воды в коллектор на улице крэйк вместо подъема номер 11 сейчас заброшено это здесь пятая жертва мартин тирео я сообщу в полицию но не нужно чтобы нас здесь нашли похоже вольер в сговоре с козгреном он лжет чтобы его защитить да но как это доказать найду способ к мил а если бы твой муж принял развод мы бы смогли пожениться он никогда не согласится я пыталась я могу его убедить это моя забота ты мне не доверяешь я не хочу тебя потерять я сама хорошо хорошо валира вам это сказал анонимный звонок Здравствуйте, господа. Доктор Буае. Нон дракусит мифидукс. Как вы объясните это прессе? Мне нечего объяснять. Я сразу сказал, что у Вольера был сообщник. Месье Виктор, он совершил это убийство, чтобы обратить на себя внимание. Нужно остановить эту бойню как можно скорее. Займитесь этим. Я взял след. Отлично. Даю вам 24 часа. И ни минуты больше. Привет. Давно не виделись? Да, я сильно занят. Кажется, они схватили потрошителя. Франк, ты часто работал с Вольером. Он упоминал при тебе профессора Казгрена? Сам знаешь, на работе не до болтовни. Я не шучу. Этот профессор, врач, президент Евхаристического Конгресса. Вольер боится врачей и ненавидит Кюре. Я не верю, что он потрошитель. Если он жертвует собой, чтобы не трогали нас, он хороший парень. Да вы все хорошее. Я пойду. Густав. Любовь моя. Мадам Ля Порт. Мадемуазель Камила. Какой приятный сюрприз. Простите, что потревожила. Ну что вы, никакого беспокойства. Мы как раз... Мы как раз... Выбирали меню на свадьбу. Именно. Придете? Да, конечно. Вообще-то я пришла посоветоваться. Входите же. Входите. Да-да, проходите. Просим вас. Входите. Итак, ваш вопрос. Раздел 16 Уголовного кодекса. Да. Спасательный круг всех убийц. Мой отец бы так же сказал. Как он звучит? Никто не может быть обвинен в преступлении, если... Он умственно отсталый и не сознает сути процесса. Именно. Но почему вы спрашиваете? Случай Вольера. Потрошителя? Да. Будучи пойман на месте преступления, убийца избежит виселицы, только если его признают сумасшедшим, так? Единственная возможность, да. Но если бы Вольер убил только мадам Ганьон, смог бы он симулировать безумие? Нет, исключено. А признавшись в убийстве пяти женщин? Да. Чем больше бессмысленных жертв, тем правдоподобнее безумие. Боже. Он объявил себя потрошителем, просто чтобы его не повесили. Он мог до такого додуматься? Вер, он знает Уголовный кодекс наизусть. Пять лет назад сам защищал себя в суде. Можно от вас позвонить? Да, конечно. Я тут сохранил статьи. Куда вы их дели, мадам Лапорт? Здравствуйте, мадемуазель. Соедините, пожалуйста, с Этьеном Манесте из газеты «По три». Правее? Нет, нет, чуть выше. Так? Да. Камила, тебя уже 20 минут ждет посетитель. Пойду. Хорошо. Вот так красиво. Вы в музей? Нет, я ищу мадемуазель Камилу Карваль. Это я? Месье Меннар из пожарной службы. На вас жаловались. Жаловались? Идемте. Открытие через две недели. Здорово. Скорей бы. Смотри, моя мечта. Гениально. Привет, мой Луи. Тетя Виктория? Где Альфонсина? Долгая история. Всю ночь не сомкнула глаз, а рано утром спустилась вниз. В стене остался след выстрела, но крови не было. Я промахнулась. Но где же Альфонсина? Она в безопасности. Да, но где? Вы не сказали. Я оставила ее у кузенов. У кузенов? У Барбо. Если она у них, волноваться не о чем. Их восемь здоровяков. Любого побьют. У них винокуренный завод. За них вся деревня. К ним никто не сунется. Они выпускают 200 бутылок в неделю. Контрабандисты. Ну да. Хорошие люди. Да. Вы нарушаете правила пожарной безопасности. К сожалению, придется опечатать музей. Вы его закроете? Нет выбора. Это невозможно. Откроете, когда все исправите. А кто пожаловался? Месье Эжен Казгрен. Казгрен? Профессор Казгрен? Президент Лиги Морали? Когда он хочет что-то закрыть, он этого добивается. Всего доброго. Почерк потрошителя. Те же травмы живота и золотой брюшной полости. Матка? Удалена, как и у остальных. Мы нашли ее приметы среди пропавших без вести. Это Мартин Терьо. Как в письме. Полагаю, нам стоит навестить подмуазель Карваль. Ладно. Похоже, потрошитель строго придерживается одной стратегии. Он пытает жертв в соответствии с их именами. Со святой Мартины сняли кожу? В Третьем веке, по приказу императора Александра. Доктор Буайе, вы общались с журналистами по этому делу? Потрошитель убивает снова. Новая жертва в Рыдлайте. Нет. А что? Статья о Месье Монасте содержит много подробных сведений. У него хорошие источники. Знаете, что меня особенно беспокоит? Его версия о вольере. Какая? Вольер назвался потрошителем, только чтобы избежать смертной казни. Как я и говорил. Не надо. Вы говорили, что можете его разоблачить. Что вы имели в виду? Предоставьте мне карт-бланш. Ослабление населения объясняется демократизацией. Она поддерживает слабых граждан, то есть низшие натуры. Мы разрешаем им размножаться и... Профессор Касгрен. Да. Я Камила Карваль, хозяйка музея Эден. До завтра, господа. Чем могу помочь, мадемуазель? Я хочу знать, почему вы жаловались на мой музей? Все очень просто. Через две недели начнется большой евхаристический конгресс. И мы хотим, чтобы у посетителей остались наилучшие впечатления от нашего города. Мой музей выполняет нравственную и назидательную функции. Мадемуазель, позволять женщине заниматься подобным делом, оскорблять священный образ Девы Марии, это нарушение учения нашей Святой Матери Церкви. Вы прекрасно знаете, что это лишь предлог. Что вы хотите сказать? Через меня вы хотите добраться до кого-то другого. О ком вы говорите, мадемуазель? Не ставьте себя выше закона, месье Казгрен. Не ставьте себя выше закона. Месье Казгрен. Итак, месье Валер, во время нашего разговора это устройство будет записывать ваши телесные реакции. Если вы солжете, аппарат это покажет. Отвечайте лишь да или нет. Готовы? Да. Пожалуйста, смотрите перед собой. Вас зовут Жозеф Вальер? Да. Вы собираетесь честно отвечать на вопросы? Да. Потрошитель это вы? Да. Зачем ты туда пошла? Хотела взглянуть. И как? Встретилась, но жутко запаниковала и несла чепуху. Плохой из тебя детектив. И все же, похоже, он не удивился, увидев меня. Прекрати, ты меня пугаешь. Слушай, мне кажется, ему что-то от меня надо, но я не знаю, что. Вы убивали других женщин, кроме Филомена Ганьон? Да. Месье Вальер, по моим данным, вы не потрошитель и не убивали никого, кроме Филомена Ганьон. Я могу показать, где спрятал матки других жертв. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и где они? В той дырке в углу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там, возле стены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубже я хорошо спрятал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусто. Не может быть. Так, освободите его. Пусть достанет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стойте. Нет, нет, Вальера. Вальера, успокойтесь. Тише. Не надо. Я не закончу навеселиться. Это не поможет. Только не виселиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Профессор Касгрен. Крест святого Бенедикта. Водопровод города Монреаль. Одобренный доктором Бенедиктом Касгреном 22 февраля 1910 года. Бенедикт Касгрен. Бенедикт Касгрен. Бенедикт Касгрен. Какая связь с профессором? Надо ехать. Бенедикт Касгрен. Мадемуазель, инженерное бюро закрыто? Уже пять минут. Приходите завтра в восемь. Восемь. Хорошо. Этьен Монестие, журналист из Патри. Матильда Убрайан, секретарша водопроводной службы. Прекрасно, Матильда. Скажите, вы знаете доктора Бенедикта Касгрена? Да. Не подскажете, как мне с ним встретиться? Никак. Никак? Почему? Он умер. Спасибо. Не за что. Из Виннипега пришлют его фото. И мы расклеим их в городе. Подходит? Это нож Листона, хирургический инструмент. Но Виктор Дизеле всю жизнь провел в Манитобе. Соответственно, он не был знаком с жертвами. В печенках сидит это расследование. Остался только он и профессор Касгрен. Я не арестую организатора Евхаристического Конгресса без доказательств. Утром подадите мне отчет. А теперь прочь. Камилла. Камилла. У меня для тебя кое-что важное. У него был сын Бенедикт. Умер полгода назад. Святой Бенедикт? Да. Бенедикт Касгрен был врачом. Как отец. Медицинский химик отвечал за гигиену в водопроводной службе. Я видел могилу. В его эпитафии есть ссылка на Новый Завет. Отрывок, в котором говорится о причастии. Да и все почти по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения. Не похоже на обычное покойся с миром. Согласен. Мне кажется, Касгрен мстит за смерть сына. Мстит? Да. Эти убийства своего рода месть. То есть, его сын связан с жертвами. Да, именно. Он ключ ко всем убийствам. К нему сводятся все преступления. Да. Рад тебя видеть, Камила. Я тебя напугал? Нет. Я хотела поговорить. Вот как. Прекрасная Камила соскочилась по мужу. Я хочу развода. Я отдам тебе все. Абсолютно все. Зачем мне это? Все твое и так мое. Ты моя жена. Если захочу, могу продать музей. Давай. Попробуй. Я тебе помешаю. Не сможешь. Закон на моей стороне. Десять тысяч. Десять тысяч наличными, если подпишешь. Автор идеи Жиль де Жарден. Продюсер Софи Дешена. Оператор Ив Беланже. Режиссер Ален Дорошер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова